Всем привет! Меня зовут Даша, я учусь в Китае. Я учусь в Северо-Западном Политехническом Университете в городе Сянь. Мне наш университет очень нравится, но язык учить безумно сложно, потому что я когда приехала, только первый месяц мы здесь все были, у нас начинали занятия, и на первом занятии, мне кажется, просто каждый из нас подумал, боже мой, почему нету алфавита, и как вообще можно разговаривать, если нельзя составить слова, нет букв. Но примерно после месяца становится легче, потому что ты привыкаешь к иероглифам, тебе их легче запоминать, вот, поэтому становится легче. Учителя все у нас очень отзывчивые, то есть если ты что-то не понимаешь, они тебе всегда могут помочь. Что еще? Погода у нас гораздо лучше, чем в Москве, чем в России, в принципе. Сейчас уже декабрь, а у нас на дворе солнышко, у нас желтые, оранжевые деревья, даже есть зеленые еще, ну, у нас как осень, короче, сейчас. Также по поводу еды, например, еда здесь, она вся очень острая, то есть китайцы, они реально едят острую еду, мне кажется, у нас такого нету в России, настолько острого. Но, в принципе, найти здесь еду можно, нормально, даже похожую на русскую, например, в столовых наших университетских. Еда недорогая, и она очень вкусная. То есть, в принципе, если ты уже знаешь, что ты берешь, то это будет не острое и не такое уж и дорогое. В супермаркетах дорого, прям очень дорого. Особенно мясо, курица, вот это все очень дорогое, молочка очень дорогая. В принципе, если вы собираетесь ехать в Китай, и вы не любите молочку, то все нормально. Но если вы любитель сыра, кефира или, я не знаю, нормальных сосисек, то наешьтесь ими перед отъездом, потому что сосиски здесь, здесь одна соя, здесь даже нету примерного мяса. Здесь есть что-то вроде кефира, и он вкусный, как йогурт питьевой, так что с этим есть проблем, не будет. А вообще, мне все очень нравится, потому что все очень отзывчиво, и ты встречаешь новых людей. Например, со мной в классе учатся мексиканцы, узбекистанцы, русские, то есть в соседних классах есть французы. Так что мне все очень нравится, спасибо, пока всем!